День на Думской Также, конечно, в Украине этому вопросу последних 4 года уделяет много внимания. Естественно, внимания недостаточно. И мы в связи с этим днем еще раз поднимем актуально этот разговор в нашей студии. Присоединяйтесь к нам. В студии Ирина Деменчак, менеджер проекта социальной помощи беженцам. Приветствуем вас, Ирина. И Марина Курочкина, президент общественной организации «Десяток Витни». И вас приветствуем. Будем говорить о Дне беженца всемирном. Но нас, конечно, больше интересуют украинские реалии. Потому что очевидно, что есть у нас эта проблема. Для того, чтобы нас ничего не отвлекало, давайте с самого начала нашей беседы услышим нашего киевского корреспондента, который расскажет, что сегодня происходило в Верховной Раде, какие итоги работы к этому часу. Владимир Гроссу на телефонной связи. Вова, тебе слово. Пожалуйста, ты в студию. Здравствуйте. Студия Верховная Рада все же после нескольких неудачных попыток ратифицировала соглашение о выделении средств с Северной экологической финансовой корпорацией. Речь идет о кредите в размере 30 миллионов евро. Эти средства будут направлены на повышение энергоэффективности зданий госуниверситетов нашей страны. Поддержала ратификацию 233 народных депутата. Соглашение является частью проекта высшее образование Украины. В первом этапе предусмотрено энергоаудит 147 зданий в 7 государственных университетах Украины. Перед период погашения кредита составляет 15 лет. Отмечу, что кроме ратификации народные депутаты сегодня также приступили и к рассмотрению закона о национальной безопасности. Уже завтра парламент планирует вынести окончательное решение по данному документу во втором чтении студии. Спасибо, Вова. Владимир Гросул о итогах работы Верховной Рады. Ну и прямо сейчас продолжаем говорить на тему, о которой еще только мы и не начинали говорить. Перед этим посмотрим информационный сюжет. Более подробно продолжим, смотрим. 20 июня в Украине и в мире отмечает Всемирный день беженцев. Дата утверждена Генассамблеей ООН в 2000 году по согласованию с Организацией Африканского Единства, так как начиная с 1969 года в этот день отмечался Международный день африканских беженцев. Считается, что Всемирный день беженца – это прославление упорства духа, проявленного в многочисленных опасных и трудных ситуациях, в результате которых люди стали беженцами. А также мужество, необходимого, чтобы в сложных обстоятельствах начать новую жизнь, став полноценным членом общества. Миграционный кризис в Европе и в мире за последние годы стал одним из главных пунктов повестки дня. Сегодня количество беженцев достигло рекордных показателей за всю историю наблюдений ООН. На конец 2017 года количество беженцев и переселенцев приближается к 72 миллионам человек. То есть свои дома из-за войн, стихийных бедствий и преследований ежеминутно покидают 24 человека. Больше всего люди бегут из Центральноафриканской республики, Конга, Ирака, Южного Судана и Сирии. Для Украины проблема беженцев не так актуальна. В силу экономических причин в нашу страну не стремятся жители более бедных государств. Но начиная с 2014 года у нас активизировались переселенческие процессы. На сегодняшний день в Украине зарегистрированы более полутора миллионов переселенцев. На учете в Минсоцполитике по состоянию на 18 июня этого года состоит 1 миллион 510 тысяч внутренне перемещенных лиц. Однако это лишь официальные сведения. Фактически эта цифра перевалила за миллион 700 тысяч человек. Наиболее привлекательными для переселенцев являются неоккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также Киевская, Харьковская и Одесские области. В нашем регионе по состоянию на март 2017-го были зарегистрированы почти 43 тысячи внутренне перемещенных лиц. Около 30 тысяч из них проживают в Одессе. Спустя 4 года после активизации переселенческих процессов в Украине главной проблемой переселенцев остается неэффективность государственных программ по их адаптации к новым условиям. По данным главы Комитета Верховной Рады по правам человека Григория Немери, с марта 2014 по апрель 2018 года новое жилье, к примеру, получили всего 63 семьи. Вот такая странная статистика. Не совсем понимаю, что происходит в этом мире. В 1975 году 2,4 миллиона беженцев по всему миру. Спустя 42 года, по данным 2017 года, 71 миллион. Миллион. Что происходит? Начали отчет, начали отмечать этот день, как-то к нему, не к дню, а как-то к этому вопросу относиться, что-то делать. И в результате это число не просто увеличилось, оно многократно умножилось. Что происходит в мире? Давайте сейчас поговорим, если вы понимаете эту ситуацию. И дадим определение беженцу и перемещенному лицу. Это все-таки немножко разные лица. Да, вы совершенно правы. Это разные категории. Ну, что происходит в мире? В мире кризис, кризис политический, войны. И я думаю, что отмечать день беженца стали именно потому, что беженцев стало много в мире. И что это вызов. Вызов для принимающих государств. Вызов для государств, в которых происходят конфликты. И человечеству надо реагировать на эти вызовы. Человечеству надо реагировать не только в силу того, что это наша человеческая обязанность, а в силу того, что мы построили определенную систему международных документов. И эта система международных документов, она направлена на защиту прав человека. И одно из фундаментальных прав человека – это искать убежище. И я думаю, что несмотря на то, что многие государства воспринимают беженцев как вызовы, как дополнительную нагрузку, это люди не являются причиной каких-то процессов в государстве, в принимающем государстве. Люди, которые бегут, это последствия того, что происходит в результате, наверное, не самых удачных политических процессов, экономических. Но это ведь не только политика, на самом деле, не только экономика. Это и какие-то стихийные явления, природные. Да, это и стихийные природные явления. Но я хочу сказать, что большинство из тех 72 миллионов – это люди, которые бегут от война, от политических преследований, от преследований на почве расы, религии, различные конфликты в странах. И в том разнице между внутренне перемещенными лицами и между беженцами, то, что внутренне перемещенные лица – это лица, которые не пересекли границу, а те лица, которые пересекли границу в поисках убежища – это как раз те беженцы, о которых мы с вами говорим. И почему мы, когда говорим о беженцах, мы все равно говорим о внутренне перемещенных лицах? Потому что, к сожалению, с внутренне перемещенных лиц и начинается проблема беженцев, что впоследствии эти люди могут стать беженцами. Наверняка и украинская статистика есть в отношении перемещенных лиц, которые в результате какой-то жизненных обстоятельств поменяли категорию и стали беженцами, уехали в другие страны. В основном уезжают в более развитые страны, там, где экономика, уровень социальных каких-то потребностей выше. Да, в Украину не бегут. На самом деле есть мифы в обществе, что беженцы бегут в развитые страны. Миф все-таки? Да, это миф. Самые, так сказать, принимающие страны беженцев, которые несут наибольшую нагрузку, это соседние страны. Примеры сирийских беженцев больше всего не в странах Европейского Союза, а в Турции, которая приняла, по-моему, около 2 миллионов сирийских беженцев и которые не справляются с таким потоком, у которых огромные проблемы. Это соседние африканские страны. Это никак не развитые европейские страны. Да, туда попадают беженцы, они стремятся туда, но в основном вот тот вот основной поток ложится на плечи соседних стран. Что касается Украины, много беженцев? Нет, в Украине очень много беженцев. Я думаю, что если мы говорим о тех, кто признанный, и о тех, кто в процессе определения статуса беженца или дополнительной защиты, их по всей Украине не больше 10 тысяч. Всего лишь? Да, всего лишь. В зонах, которые прилегают к зонам конфликта, вот эти потоки, о которых говорит Марина, исчисляются миллионами. То есть государством даже сложно вести официальный подсчет, сколько их. То есть цифра в 2 миллиона Турция, это очень приблизительно. То есть там, вероятно, больше. Возможно, да. Что касается внутренних переселенцев в Украине, ну, правда, людям приходится жить заново, искать заново, в общем, жизнь с нуля, начинать ее. Внутренних переселенцев порядка 1 миллиона, да, вот пограничная территория Луганская, Донецкая области. Как эти люди себя чувствуют в целом вот в стране? Они-то не выезжали за ее пределы, они, в общем-то, на родине остаются. Но большой вопрос, ну, вот мы показываем некоторые учреждения, а в санатории Куяльник принимал таких внутренних переселенцев? Была масса вопросов по тому, насколько комфортно они живут. Ну, я думаю, что, в принципе, любого человека, если спросить, который вынужден был, да, уехать со своими местами жительства, ну, вряд ли кто-то ответит, что он живет хорошо, да. И, в принципе, те проблемы, которые в Украине есть, и с точки зрения обеспечения переселенцев, у них очень много проблем, это и юридические, да, это проблемы социально-экономического характера, в том числе связанные с поиском работы, с поиском жилья. Да, все пытаются помочь решить эти проблемы, но пока эти проблемы, они не разрешены на том уровне... Пока пытаются только. Пока пытаются только. И это делают, в том числе, и неправительственные организации, и международные организации, это и агентство ООН по делам беженцев. Наша организация является как раз партнером этой организации, и в рамках проекта в агентство ООН по делам беженцев мы работаем, в том числе, и с внутренне перемещенными лицами, с беженцами и с лицами без граждан. Ну хорошо, расскажите, что значит работаем, какая она работа, что вы делаете, и что меняется в жизни перемещенных лиц, когда подключаетесь к их судьбе, ну вот вы в данном случае. Ну я бы таки хотела сместить акцент, сегодня мы про беженцев говорим, да, мы говорим о ВПО, о внутренне перемещенных лицах, да. Это украинская такая проблема. Да, это украинская проблема, но украинская проблема – это и беженцы, которые к нам приехали из третьих стран, это Афганистан, это Сирия, это страны Африки, и с недавнего времени это дела, которые с Российской Федерацией у нас, беженцы, опять же, по различным причинам, в основном это политические какие-то преследования. Ну и кто же единицы, ну в таких масштабах, если считать. Да, если в масштабах единицы, но для каждого конкретного человека это трагедия собственная, поэтому я думаю, что они сталкиваются здесь, плюс к тем проблемам, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, если мы говорим не о гражданах РФ, это языковые проблемы, да, люди из африканских стран, из Афганистана и Сирии не знают совершенно языка, не знают национального, культурного контекста, и с этим им тоже приходится справляться. Миграционная служба принимает заявления у таких лиц, у нас в Украине очень низкий процент признания беженцами, либо лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, на государственном уровне. Они получают статус, и у них какие-то открываются возможности, когда, да, я правильно понимаю? Те лица, которые все-таки им везет, и они получают или статус беженца, или дополнительную защиту, они пользуются теми же правами, несут те же обязанности, как и граждане Украины, никаких новых возможностей, год, пособий, кроме единоразового пособия в 17 гривен при вручении удостоверения беженца, у них нет. 17? Да, 17 гривен, совершенно верно. И получить их не так-то просто, как выяснилось. Ну, в общем-то, мало кто хочет воспользоваться этой опцией. Что касается тех лиц, которые, их большинство находятся в процедуре определения статуса, они, кроме всех проблем, о которых мы говорим, языковые, они также еще и сталкиваются с тем, что они могут работать только, если они получат разрешение на трудоустройство, для них получат работодатели, и работодатель должен будет платить заработную плату минимум 30 тысяч гривен по новому законодательству, такому работнику. И разрешение получается не более чем на 6 месяцев, то есть на время действия справки. Как вы понимаете, что немного людей могут воспользоваться. Судя по всему, построена схема законодательная таким образом, чтобы ни у кого желания не было, ну, 30 тысяч украинцы хотели бы с удовольствием и половину хотели бы зарабатывать. Однако, с чего такая арифметика? Ну, хорошо. А логика законодателя, к сожалению, нам не всегда ясна. Возможно, есть какой-то глобальный смысл. Мы пока его не раскрыли. Что происходит в Одессе в этом вопросе? Какие люди получают помощь и участие непосредственно государства в помощи как внутренне перемещенным лицам, так и беженцам? Вот ваш взгляд с процесса. Одесский контекст отличается от контекста других регионов Украины тем, что в Одессе, как и в Киеве, наибольшее количество искателей убежищ и беженцев в Украине. И в Одессе есть всё-таки больше возможностей трудоустроиться, даже нелегально, да, мы можем об этом говорить, потому что таковы наши реалии, да, у нас есть рынок, седьмой километр, где люди хоть как-то могут себя обеспечить, да, на период проживания здесь. И в Одессе, как и в других регионах страны, точно так же принимает миграционная служба заявления. Это точно такая же процедура, как во всей стране. Очень мало, процентов 17 получают конечный уже результат, либо удостоверение беженца, либо же статус, либо же дополнительную защиту. Большинство получают отказы. Как раз наша организация помогает обжаловать эти отказы в судах. В судах мы имеем успешность дел, больше 50% получают в результате хоть какие-то документы. А какие в основном вопросы в суде поднимаются? Обжалуются решения об отказе либо же в предоставлении статуса беженца, либо в предоставлении дополнительной защиты. У нас есть два адвоката, которые в среднем, вот в прошлом году они представили 250 дел в судах. То есть это очень много. Большая половина получили позитивные решения. Но мы бы все-таки не хотели, наверное, чтобы смешивались понятия беженца и нелегального мигранта, которых у нас тоже много и на рынках, не только в седьмом километре. Все-таки беженец тот, кто бежал, и выбора не было. Суть в том, что он не может по определенным причинам пользоваться защитой своего государства. И поэтому он вынужден был волею судьбы оказаться на территории Украины и просить эту защиту у нашего государства. Украина в 2002 году подписала конвенцию о беженцах и тем самым взяла на себя определенные обязательства международные. В частности, строить вот такую систему защиты людей, которые не могут пользоваться защитой своего государства, своей родины. Поэтому если вы встречаете на улицах просто иностранца, это еще не значит, что он беженец. Или наоборот. А что вы, кстати, думаете по поводу уровня терпимости, толерантности по отношению к иностранцам в Одессе, учитывая, что это курортный город, и, в общем-то, привыкли? Ну, говоря откровенно, проблема острая. Есть она все-таки, да? А как проявляется нетерпимость? Буквально вчера социальные работники наши сопровождали признанного беженца в лечебное учреждение. Цель была заключить договор с терапевтом. Беженец признанный, поэтому он имеет полное право, как и гражданин Украины, подписать декларацию с семейным врачом. И заботиться о своем здоровье. И мы были несколько расстроены, потому что человек в белом халате отказался прикасаться к пациенту из-за того, что у него другой цвет кожи. Это нас немножко расстроило, но, знаете, даже в этой ситуации мы нашли, чему порадоваться. Нас поразило то спокойствие, вот какая-то смиренность, что ли, самого беженца, который ни на минуту не позволил себе возмутиться. Откуда беженец? Беженец из Камеруна. То есть достаточно внешность не похожая на внешность нашу с вами, но все-таки он пациент. И для врача уж тем более это должно было быть, наверное, не самым важным. Мне казалось, что расизм – это что-то такое, что уже не существует в современном мире. Я думаю, что иногда нам все-таки даже есть чему поучиться у этих людей, потому что ребята, которые его сопровождали, поразила вот та мудрость. Он ни на минуту не позволил себе ругаться, выражать какую-то агрессию, презрение к тем, кто вокруг. Я не знаю, что это. Это, может быть, его интеллигентность, потому что человек с несколькими высшими образованиями преподавал, по-моему, математику в Камеруне. Или это какая-то мудрость, уже выработанная в нашем контексте Украины. Да, говорю, что судьба учителей в Камеруне тоже не вызывает зависть, правда? Конечно, да. Бывает сам факт принадлежности к определенной социальной группе, например, журналисты. Есть страны, в которых достаточно быть журналистом всего лишь, чтобы тебя преследовали, и чтобы ты бежал в другую страну и искал убежище. К сожалению, да. Давайте мы с вами уже оба завершаем, заканчивается время. Очень коротко. 2014 год и 2018 есть подвижки. Мы двигаемся, нарабатываем, как говорится, силы и знания лучше и качественней, оказываем помощь и беженцам, и внутренним перемещенным лицам. Я думаю, самое большое достижение за эти годы – это то, что мы научились объединять все эти категории, научили этих людей самостоятельно бороться за свои права и самостоятельно искать выходы из самых сложных ситуаций. И все это происходит, в том числе и с поддержкой местных жителей. И слава Богу, что эти процессы идут. А государство, ну мы надеемся, что когда-то государство примет более активную участие этих людей. Спасибо вам большое. Марина Курочкина, президент общественной организации «Досяток Витня», и Ирина Деменчак, менеджер проекта социальной помощи беженцам. Спасибо вам еще раз, прерываемся ненадолго, вернемся, продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова